здравствуйте друзья у нас сегодня 31 марта у нас в латвии ну у католиков и у литеранов наверно сегодня пасха хочу поздравить всех кто отмечает пасху сегодня не знаю может видео выйдет сегодня может завтра посмотри если не уже съездила на город погуляла немножко у нас там такая как типа ярмарка и праздник небольшой для детишек всякие мероприятия ну вот съездила погуляла немножко вот и сегодня ну и приехала обратно думаю надо наверно что-нибудь поделать потому что на улице сегодня вообще классная погода 17 18 градусов очень тепло и так как у нас выходные четыре дня получается у мужа выходной пятница суббота воскресенье но и понедельник вчера мы перевели курочек наших в летний домик вот там накрыли сеткой как всегда кто не знает кто прошлом году меня смотрел я рассказывал что у нас вороны вороны воруют яйца с такого вот с летнего домика поэтому мы каждый год стараемся накрыть чтобы ну чтобы они не залезали в этот домик и не воровали яйца вот курочки пошли вот вчера сегодня ночью первый раз ночевали в этом домике на удивление очень быстро нашли куда надо идти потому что бывает иногда проблемы с этим но вечером пришла закрыла закрывать их они красивенько там спали уже единственная она курочка сидела вот на на дверке наверху вечером а так сейчас покажу вам может мы тут прибрали домик тоже прибрали побелили сейчас покажу так это у нас сетка сетку этому убираем сюда курочки заходят и порвалась порвалась эта сетка это чтобы ну как отпугиватель для ворон а не знаю дорожку хочешь выйти иди иди заходи туда пойдешь что-то ну вот а здесь у нас лова пошла пошла дырочку сейчас покажу вам этот наш летний домик вот тут с двух сторон как он насес наверное да называется и ячейки для гнезда ячейки для курочек для того вот яичко одно уже валяется так не разбили нет так и вот курочка пошла нестись там ведь а вот одно яйцо там есть ладно не буду ее тревожить ну а тут у нас яйца сейчас в карман положу обычно я беру ведерко но так как я не собиралась яйца собирать положу в кармашек сейчас сложу и вот они у нас несутся на технику надеюсь я не разбила яйцо вот красавицы наши несутся девочки мои да вот-вот-вот посмотрите что ты там прячешь прячешься вот это тут накрывается чего-то никогда не видела что чтобы ну ладно 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 не буду тебе мешать и не будем мешать вот уже столпились у меня тут за мной к хвостике да давайте кыш 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 ну пусть она тут работает чё она делает не знаю можно яйца хочет сидеть так ну закрываем сеточку на ночь а на ночь закрываем дверкой вот эту дверку на носи закрываем вот мы накрыли все именно от ворон девчонки девчонки мои девчонки мои эти мои девчонки хочу посоветовать начинающим кто только начинает держать курочек чтобы куры не слись они должны быть всегда немножко голодные нельзя перекармливать курей они тогда жреют и не несут яйца так что курочка всегда должна быть чуть-чуть голодненькая если она не накидывается на еду то значит она и особо не будет то есть курица должна постоянно искать добывать себе еду поэтому если мы например смотрим что зерно куры не съедает значит мы уменьшаем порцию вот так ну а я хочу сейчас выломать кусты малины тут много сухих сухих веток а еще у меня а у меня зацвели посмотрите даже примулы зацвели вот такие красивые и крокусы здесь у меня в этом ряду я прошлом году сажала мне знакомая дала крокусы красивые разрастутся тут и будет красиво вот не знаю что с этими глазиками делать потому что так так снег их как это сказать примял что я не понимаю никогда такого не было чтобы они такие были примятые и боюсь трогать потому что я не помню как они потом раз разрастаются может их немножечко посевелить что ли попробую на посевелить там что боюсь обрывать вот там вроде зелененькие все они как бы вырастут все нормально будет я уже забыла как они это делают это я не обращала внимание и сильно трогать их тоже быть вот посмотрите вот обычно вот у меня вот такие вот зелененькие оставались и они потом ну поднимались надо освободить на и на место этой примуля наверное будет тоже муж сегодня приведу в порядок посмотрю короче надо наверно точно немножко как это потрясти их но обрывать я что-то боюсь непонятно снега по идее много было они не должны были смернуть наверно повырошу вот это сухая какая-то не могу понять и что в этом году что там будет купила сегодня кстати две лилии по кучу одна белая другая одна белая другая розовая я вот не знаю девочки посоветуете можно уже сажать землю линию или нет тюльпанчик его тоже вот гвоздиках тюльпанчики у меня тоже вот посмотрите как прям как класс такой получился дубрим не знаю что делать с ним ужас вот там все мокрая наверно все таки я поворошу немножко не знаю розочки у меня ну вот что-то вылезает я вчера их раскрыла в розочки не знаю что тут будет у меня смотрю а это лилия у меня кстати живая или это у меня флоксы здесь у меня такие фиолетовые свечечки короче ну пусть я раскрыла но вот пусть розочки немножко ну дышит подышит а вот еще одна лилия смотрю вот ирисы немножечко сходят уже пиончики 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 да уже не помню что сажала так в карманах яйца сейчас пойду опису яйца домой вот такие дела у нас вот тут вот место мы освободили муж уже теплицу перекопал вот тут у нас были курочки вот тут мы все убрали и сейчас открыт по этой тропинке может спокойно зайти в теплицу теплицы я посеяла редисочку и как он декоративную капусту хочу рассказать обманывала этот как он очи так по моему называется обламывала очи так и вот на палочке обламывала и на палочках были вот такие вот росточки и я думаю ну надо мне как-то в горшочке посадить и будут у меня буду и таким образом я их могу назвать первый раз такое делаю вообще как-то никогда не обращала внимание у нас вот вот тут вот в этом месте как бы получается такое не облагороженное место и поэтому мне саженцы еще пригодятся а также я еще на днях рассадила свои эти ипомею если я найду в картинку как выглядит ипомея это вьющиеся растение по типу клематис он только клематис многолетний а ипомея она однолетняя вот она у меня вот красиво растет да не знаю сейчас куда ее сажать как бы хочу но и юпы где по идее хочу попробовать также ее посадить вот под крону деревьев я попробую никогда так не делала как она будет себя чувствовать посмотрим но семян у меня много еще тоже ну как бы я и посеяла посеяла тоже достаточно и вот хочу попробовать вот по кроне вот сюда подсадить и посмотреть было бы очень красиво если бы она вот вела сюда по яблоньки и потом цвела ну вот надо будет на днях еще сжечь кусты и вот этот угол мы еще не прибрали тоже еще листья остались и теплицу мы перенесем на огород вот думаем куда ее еще переносить вообще как всегда конечно весной планов очень много весной планов всегда очень много и я поняла что самые такие важные грандиозные планы надо делать первыми весной самого начала потому что если сразу не сделаешь то потом к осени уже как-то нет вот этой энергии такой как весной и уже нету вот этого как это этой мотивации нету сейчас покажу вам еще мы избавляемся от нашего бассейна все-таки засыпаем мой бассейн потому что у нас развелось очень много мух прям вот и на чердаке моз уже обработал тихофосом сегодня еще раз обработает я вычитала откуда же они берутся что же такое почему раньше у нас не было муха сейчас вдруг они появились очень много постоянно и у нас же нет хлеву летом курей и как бы ну говорят там от хозяйства но как такого хозяйства у нас нет курочки далеко и я вычитала чем причина может быть им нравится влага если влажно и тепло и тут у нас это стенка очень эта сторона вообще такая солнечная и тут всегда жарко и вот эта вода им создает благоприятную среду так что мы решили что не нужен нам этот бассейн мы его засыпем землей и посадим сюда кусты какими цветочки и и кстати нужно посадить какие-нибудь ароматные пряности ароматные эти по лаванды розмарина чтобы они отпугивают уже мух так что попробуем посмотрим как в этом году у нас будет ну с мухами с этими птички цветут птички поют красиво и у нас тут есть скворечник сейчас покажу сейчас наболтаю столько много новостей сейчас наболтаю но ничего будет немножечко по длине и и видеомуст вот у нас там скворечник скворец прилетает каждый день муж говорит но скворт скворцов скворца скворца мамы нету моя красавица скворца мамы нету и пока никого нету не знаю почему нету ну ладно как будет будет не будет не будет так тут у меня кстати ревень уже взошел и у нас тут радует подснежники правда они уже отсвели не надо было раньше снять но ничего страшного ну вот такие дела ну а ставлю кадры праздника пасхи и сегодня буду с вами прощаться всем хорошего настроения мотивации такой весенний к весенним работам у меня прям солнышко рогой так тепло так хочется что-то поделать все пошла и ну а это наш центральный парк называется хенопарк и тут проходит все мероприятия вот здесь видно катаются детишки на фоне есть также лошадка и побольше видимо для детей постарше тут пони для малышей здесь есть небольшой пруд там вот на той стороне там сцена дальше а вот там вот где крыши впереди там проходит сейчас ярмарка я уже прогулялась по ярмарке больше туда не пойду пойду туда где сцена и где мероприятия на сцене сейчас начинается концерт но я снимать не смогла прикольные уточки а там смотрю дальше чайки плавают но здесь бывает и лебеди плавают но сегодня смотрю что нету к сожалению выступления мне не получилось снять потому что все места были заняты здесь видно готовятся выступлению участники но я вам поснимаю вокруг потому что к сцене я подойти все-таки не смогла а издалека снимается там неудобно там просто ничего не видно какая небольшая развлекательная программа для маленьких детей смотрю варится суп будут наверное угощать ну и здесь как видите крашеные яйца и тоже что-то для детей какое-то задание не знаю не вникала ну а я подойду поближе к роликам а Это, это и так. Да? 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 Да. Да! Да! Да? 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 Да, вы хотели бы выиграть? Да. Да, да. Вы обозрожаете ротик. Афан, ты ксик? Нет, ксик. Да, да. Ну, да. Леви. 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 Лawn. Лень. Леви. Лень. Леви. Леви. Лейк. Возвлые триц. Байкомбайл. Вmunition. Лью. Л severe. Лailand. Все планы. а здесь наклядное пособие для детей показаны какие яйца у каких птиц бывают только я не понимаю зачем детей обманывают и показано что у кроликов тоже есть яйца это показалось мне очень странно праздник будет проходить до 5 часов сейчас час где-то ну я ухожу и я приехала раньше потому что хотела попасть на ярмарку но и я с вами сегодня прощаюсь все всем пока пока до новых встреч